Ну что же, всем привет, с вами я Денис Геймерс И это вторая часть по прохождению Smash Hit Полностью оригинальный Smash Hit в новой аватарке Да, сегодня мы будем проходить Smash Hit от начала и до конца Ну, мы уже как бы прошли классику в прошлой серии А сегодня мы будем проходить тренировку от начала и до конца Наверное, всем уже известная эта тренировка, наверное Ну, может быть, кому-то и неизвестная Ну, в общем, давайте начинать проходить тренировку с Smash Hit Поэтому поехали Сразу уже у нас в нулевой контрольной точке у нас начинается начало старта Тут у нас три кристалла находятся по каждой стороне То в левой, то в правой Некоторые вообще тут два кристалла находятся В принципе, такой нормальный режим тренировка Но я ожидал намного хуже А так, в принципе, нормальный режим для меня Так, пока потихоньку проходим до конца Весь Smash Hit Так, тут у нас ничего такого особенного нету На старте, кроме вот таких кристалл, которые расположены вот так В принципе, ну вы это поняли И да, кстати Я Наверное Поменяю скоро Вот это приложение Mobizen На какой-то другой рекордер Не знаю, на какой Может быть, на 2 рекордер я буду снимать А может быть, на X рекордер Но это уже решать не мне А вам Решать, с какого мне устройства снимать Так, тут у нас способности бесконечных шаров Ничего Тут неинтересного нету Все стандартно, в принципе И вот первая контрольная точка В этом самом Smash Hit В режиме тренировка Я, возможно, еще пройду после тренировки Адский режим И режим против И сотрудничество Ну и дзен, к тому же Ну а в смысл проходить дзен? Если там бесконечная медитация Ну Конечно, по фану можно пройти Но Зачем мне это надо? Если можно пройти Несколько режимов Да еще и новых, в принципе Версия не поменялась У нас добавлено больше контрольных точек Ну, вернее, одна контрольная точка То есть, одиннадцатая И все Больше ничего не добавлено И еще надо пройти Smash Hit 0.9.0 Ну и на этом Дальше пойти Какие-нибудь моды проходить Не знаю, какие моды Буду проходить по Smash Hit Наверное, подумаю Пока я их еще нигде не скачивал А тем временем Мы уже проходим дальше Проходим В принципе Вот такие вот преграды Стандартные Ничего тут В принципе не задевает нам Кроме вот таких вот Стеклянных преград Которые могут сбить нас Но мы потихоньку Вот так вот Взбиваем Конечно, могут попасть Вот такие мелкие осколки Дальше вторая контрольная точка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну как серьезно? На самом деле тут не такие уж и серьезные преграды Кроме вот таких вот наших старых добрых квадратов замечательных Которые нам ничего не сделают Нам даже ничего не грозит, никакой удар в принципе Но хотя может и кусок осколка мне попасть Поэтому надо быть осторожным, чтобы попадать под таким квадратами Так, вот сейчас еще один будет квадрат Которого я сбиваю Так, вот этот вот здоровый осколок, блин, я его не сбил А ведь мог сбить было бы Мне кажется, я думаю, что сейчас попадет мне что-то Ну, сзади Прям четко мне попадет Ну, пока ничего мне не попадает Дальше идет третья зона Дальше идет Так, третья зона Ой, какая третья зона? Мы третью зону уже, третьей контрольной точке прошли Это у нас четвертая зона, где у нас Идут лазеры с кристаллами С кристаллами, хотел сказать Метеоритами, можно сказать Вот тут вот В замедленном действии падают вот таких вот Два огромных блока То есть Метеорита И один из них меня мог сбить Метеорит Ну, хорошо, что я его сбил И мне ничего Не грозит Так 295 шаров Неплохо так набрали Максимальное число шаров В тренировке Это 500 шаров К сожалению, маловато Но так сделали И там всегда было 500 шаров Так Проходим лазеры Хотя можно было и этот не сбивать Потому что он и так нас будет пропускать Ну, вот этот вот Вот этот лазер будет нас пропускать Поэтому мы не сбиваем Дальше Чего-то В четвертой контрольной точке Тут тоже много чего изменилось В режиме тренировки Тут только максимум Кристаллы Которые стоят на Не знаю На платформах каких-то И молотки Ну, молотки Они как и были Так и остались Они во всех режимах есть И в классике И в режиме ад Ну, кстати, режим ад Я буду проходить Самым последним После всех режимов В легких Так что не пропустите Он будет в самом конце Поэтому В принципе Я буду Делать не то, что видео Я премьеру буду делать Где-то максимум Назначу премьеру Ну В видеоролике И Буду В принципе Ждать Когда премьера На ютубе Выйдет И будет нормально Все Так 300 шаров Уже Максимум Хотя можно было Еще больше Подкопить Но Как говорится Я не смогу Потому что тут Кристаллов тут нету Ну, вернее Они редко появляются Но Из-за того Что тут много Преград Некоторые Преграды Могут попасть Мне Они такими Рывками Идут Из-за этого Мне придется Потратить Не менее Пяти шаров Чтобы преодолеть Вот это Все А дальше Идет Пятая Контрольная Точка Она Самая Легкая Ну Да Вот она Пятая Контрольная Точка Она Как и была Легкой Так и Осталась Здесь Можно Просто Взрывным Элементом Сбить Вот этот Мегамолот Мегамолот Я вообще Так Эпично Сказал Ну Он Как Был Мегамолот Так и Остался Ну Вот он Он Его В принципе Можно Еще И Оттолкнуть Зачем Нам Это Надо В принципе Так 320 Шаров Практически Вот Сейчас 328 Шаров Небольшое Такое Количество Можно Сказать Уже 333 Только Что Было Хотя 333 Это Нечетное Число Можно Сказать Так Вот Уже 340 Шаров Но Потихоньку Мы Прибавляем Потихоньку Шары Прибавляются Поэтому Мы Можем Их Дальше Подкапливать Так А Вот Это Вторая Зона Тут Во второй Зоне Не Так Сложные В принципе Преграды Ну Вернее Как На самом деле Они Сложные Но Не Такие Уже Сложные В принципе Кого Я И Ожидал Вот Такие Вот Фигуры Также Двигаются И Вот Такие Вот Еще И Мельницы Но Они В самом Конце Их Можно Конечно Сбить Но Это Теряет Шары Поэтому Сейчас Потратил Еще Два Шара Максимум Так А Вот Тут Сейчас Будет Самое Интересное Это Четвертая Зона Ой Какая Четвертая Это Третья Зона Четвертая В самом Конце Будет Ну Тут Ничего Сложного Мы Просто Тупо Пролетаем Мимо Вот Таких Вот Не Знаю Стекляшек Но Они Сами В принципе Нас Пропускают Но Надо Быть Осторожным Чтобы Не Попало Еще Ни Какой Из Осколков Так А Вот Четвертая Зона Здесь У нас Просто Кристаллы Идут Можно Даже Взрывной Элемент Использовать Да Почему В смысле Я же Попал По Трем Кристаллам Не Сработал Что Ли Взрывной Элемент Ну Ну да Вроде бы Он Как Редко Срабатывает Этот Взрывной Элемент Уже 377 Шаров Уже 384 Но Неплохо Неплохо На мой Взгляд Уже 395 А вот Дальше Пойдет Сложная Шестая Контрольная Точка Вот Она Вот Шестая Контрольная Точка В Шестой Контрольной Точке Тут Ничего Тоже Не Изменилась Максимум Вот Тут Такие Кристаллы Которые Находятся Тут Посередине И В принципе Все Стандартно А В адском Режиме Там Больше Где-то Шаров Где-то На Один Миллион Шаров Максимум Это Тянет Ну В адском Режиме Я Не Считал Тяж 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 Субтитры подогнал «Симон» Так, мы это уже прошли Это вторая зона, если что, была Вот это третья зона В этой шестой контрольной точке Тут у нас квадраты, которые плохо вообще разбиваются Их не то, что не разбить Они из чего вообще сделаны По-моему, из акрилового стекла Могли сделать такие квадраты Которые не разбиваются Хотя это просто обычные стекла Вот поэтому они плохо разбиваются Потому что они под наклоном Видно А мы уж тем временем 400 шаров набрали За эту контрольную точку Но я думаю, вряд ли мы дойдем Потому что дальше у нас будет Эм... Во что я врезался? Во что я сейчас врезался? Я только хотел сказать Будем дальше проходить И я во что-то врезался Да уж Минус все шары Можно сказать Ну вот я про что я и говорил А во что я, кстати, врезался Какой я преграду смог врезаться? Я вообще не видел Никакой преграды Я просто спокойно проходил И вдруг бах И все Минус все шары Вообще непонятно Как такое могло произойти? Ну я думаю, я Когда публикую видео Я посмотрю, куда я врезался Ну или вы посмотрите Потому что я сам не видел Где какая преграда Могла меня ударить Так Что-то я уже заговорился А мы уже на седьмой контрольной точке Ну седьмая, конечно, да Поинтереснее, чем Какая-то другая контрольная точка В принципе Вот она как выглядит 423 Шарика у меня уже Уже 429 Дальше идет следующая Ну, зона Субтитры сделал DimaTorzok А вот восьмая контрольная точка Ну, в восьмой тоже ничего не изменилось Хотя нет, изменилось В восьмой контрольной точке Вот такие штуки добавились Которые Ну, похожи чем-то на какую-то прямую Палку красного цвета Ну, на самом деле Это Обычная преграда Которая никому не нужна А вот дальше идет Вторая зона Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот это самое сложное место Прошли во второй зоне А дальше у нас идет Третья зона Вот в таком вот формате Тут у нас Тоже ничего сложного нету В этой контрольной точке Кроме, конечно же Старых, добрых Вот этих вот Треугольников Путиугольников Ну и тому подобное А вот Максимальное число 500 шаров Вот мы и достигнули И вот дальше девятая Вот девятая контрольная точка Причем это Не последняя Последняя это Ну, последние контрольные точки Это Десятые и одиннадцатые Мы еще пока до них не дошли Мы только сейчас на девятой находимся А вот, конечно В девятой контрольной точке Много чего Изменилось В режиме тренировки Можно сказать Ну, как изменилось На самом деле Тут все старое Почему так лагает-то При взрывах Вообще так не лагало А вот Из-за взрывной волны Видимо залагало У меня немного Так Вот это опасно сейчас было Потому что могли бы Удариться куда-нибудь Да уж Вот я фантазер, конечно А вот дальше сейчас пойдет Вторая зона Вот она Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вторую зону контрольной точки номер 9 Прошли без последствий Так, а вот это Третья зона С кактусами И вот такими вот Стеклянными палками Которые мы видели Где-то В классике В классическом режиме Да, в классическом режиме Тоже были такие палки А вот это вот Тренировочный режим В принципе Я думаю Я думаю Сейчас еще пройду Адский режим Ну, дзен И вот эти вот Против С сотрудничеством Хотя Против Это и против И сотрудничества Нужно сделать В отдельном видео Но это уж Когда появится время А так У меня нет Времени Сейчас снимать На против И сотрудничества Сниму где-то Завтра Может быть И Послезавтра Ну Смотря как Выйдет видео За 466 шаров Неплохо Так А дальше Десятое Кстати Некоторые порталы Вот Особенно в девятой Можно даже было Не открывать дверь А можно было Просто насквозь пройти Как полагается Не знаю Это баг Это или нет Вообще Я Никогда Если честно Не проходил Насквозь дверь Ну В девятой Контрольной Точке Но возможно Я где-то В отдельном Видео Покажу Пройдем Ну Пройти Сквозь дверь Можно Или же Нет Ну Не знаю Смысл Снимать Весь Смешхит Даже На 2 часа То есть Все режимы Когда пройти Это такое себе Конечно Так А тем временем Мы уже Достигнули Десятой Контрольной Точки И Двигаемся В сторону Одиннадцатой Но Пока Еще нет Потому что Сейчас будет Еще слабнее Зона Вот именно Вторая Вот она Десятой Ну Ну в принципе Вторая Зона Не такая Уж Сложная Можно Сказать Так Ой-ой-ой Как же ты Высоко Летаешь Пластина Да 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 уж В тренировке Конечно Интересно Вообще Пластины Высоко Летают Я даже Не смогу По ним Попасть И некоторые Даже Могут Добраться И до Меня Очень Сильно Поэтому Лучше Быть Осторожным При таких Вот опять Видели Такая Пластина Вообще Высоко Летает В классике И в адском Режиме Такого Не было Чтобы Вот такие Пластины Летали Вот Высоко Вот смотрите Прям В замедленном Времени Сейчас Мне по моему По башке Прилетит Пластина Нет Вроде Не прилетела Это Хорошо Если бы Прилетела То Я бы От нее Точно Не уклонился А может Быть И уклонился Кто Его знает Вообще Так Снова 500 шаров Проходим Дальше Так У нас тут Еще Какие то Преграды Не преграды Вообще Не знаю Как их Называть Так Вот этот Куб Я вообще Не сбил Ну в смысле Я сбил Его Но Он почему то Самопроизвольно Тронулся По инерции Вот Видели Вот сейчас Он самопроизвольно Тронулся Я даже Его При этом Не задевал Ну в смысле Задевал А вот дальше Одиннадцатая Тронулся Тронулся Так Это у нас Одиннадцатая Волна Уже То есть Контрольная Точка Ну довольно Тоже Интересная В принципе На мой взгляд В принципе Интересная Контрольная Точка Ну вот В одиннадцатой Контрольной Точке Не так В принципе Сложно Потому что Тут нет Вот таких Вот Штук Которые Вылетают Ну вот Таких Вот Ну Прямоугольных Стекляшек Можно сказать Которые Не вылетают Поэтому Я прохожу С легкостью Ну С легкостью Этот уровень Прохожу А мы уже Тем не менее Достигнули Даже Тридцати Минут После Начала Прохождения И всего Это у меня Заняло Где-то Около Двадцати Минут Сейчас Может быть И реже Но Пока Нет Я не думаю Что я буду Проходить С премьерой Адский режим Но возможно Я еще Как-то Смонтирую Видео Возможно Получится У меня Как-то Так В принципе Прошли Довольно Интересно Четырест девяносто четвертый Ой Какие Четырест девяносто четвертые Четыреста девяносто четыре шара У меня было А так как у меня Максимальное число Пятьсот То она дальше Не набирается Вот Видите Все Если дальше Набрать Десять шаров То Смысл У них набирать Она такая Останется Пятисталь Вот уже Финал Пошел Пошел Финал Этой Контрольный То Так Я хочу Нижнюю Сбить Дайте мне Нижнюю Сбить Вот Все Сбил Нижнюю Но Она плохо Разбивается Это Основание Молотков Двух Которая Вообще Плохо Разбивается Для того Что я Не попадаю Потому Что там Узкая Дырка И я Не смогу Попасть При этом Так Вот Это Я сбил У нас В принципе И уровни Довольно Прошли С успешной Попыткой Так Блин Сейчас заденет Нет Вроде не задело Это Хорошо А если бы Задело бы То Я бы Потерял бы Десять Шарок Ну В общем Все Тренировки Мы прошли Остался Остался Только Адский Режим И Ну Тренировка Какая Тренировка Тренировку Мы уже И так Прошли Остался Адский Режим Дзен Против И сотрудничество Я Возможно Даже Когда Буду Проходить Смешхит Я буду Проходить Сразу Два Режима Это Против И сотрудничество Но Они Может быть И одинаковые Но Лучше Пройти Два Режима А В принципе В этой Без Тренировки Ничего Особенного Проходить Не надо Тут Все Осталось Как Есть В принципе Я Не знаю Бесконечный Режим Я Проходить Даже Не Собираюсь Его Ну А Зачем Его Проходить Если Даже Мы До Него Дошли Ну Так Неинтересно В принципе Проходить Бесконечный Режим Вы Конечно Попросите То Я Попытаюсь Весь Бесконечный Режим Преодолеть Только Я Не знаю Вряд Либо Это У Меня Получится Потому Что Его Это Не Пройти Всего Дистанция Где-то Занимает Максимум Ну Бесконечного Режима Где-то Еще Где-то Пятитысячная Дистанция Может Быть А Может Быть Вообще Где-то На 12 Дистанция Но Это Зависит От Того Сколько Я Прохожу А Так В принципе Ничего Особенного Нет Так Я Тут Уже Использовал Способности Бесконечных Шаров Так Блин Лагает Ну Давайте Дальше Где-нибудь Пройдем Эту Как Это Сказать Где-то Дальше Может Быть Пройдем А Может Быть Давайте Остановимся Потому Что Ну Нет Смысла Дальше Проходить Бесконечный Режим Мы В принципе И так Уже Прошли Всю Тренировку Считайте И В принципе Надо На этом Останавливаться Ладно Давайте Остановимся Потому Что Мы Уже Всю Тренировку Прошли Дистанция 12 630 И Я Получил Прозвище Ви Что Там Написано Визард Я Вообще Такое Не Видел Визард Это Что Значит Я Вообще Не Видел Никогда Такую Дистанцию Ну В общем Вот Такой Смыш Хит Тренировка Получился В следующей Серии Будем Проходить Адский Режим Сотрудничество И Против А Также Дзен Пишите В комментариях Какой Режим Следующий Пройти Ну Из Четырех Может Быть Либо Адский Режим Либо Дзен Либо Против Либо Сотрудничество Ну Здесь Будут Два Конечно Режим Но Я Попытаюсь Пройти Поэтому Пишите В комментариях А С вами Я Был Денис Смирнов Геймер Ой Какой Денис Денис Геймер Я Прощаюсь До Следующего Ролика Всем Удачи И Всем Пока